С 4 по 5 ноября 2017 года в селении Новокостык проходили открытые районы соревнований по вольной борьбе среди юношей 2002 года рождения и моложе, приуроченные 70-летию ИСы Магомедова и Дню Народного Единства России. Основной целью и задачей были дальнейшие развития вольной борьбы в Хасавертовском районе, агитации и пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и укрепление дружбы между спортсменами. В соревновании приняли участие 160 спортсменов из более 20 команд. На торжественном открытии турнира глава сельской администрации муниципального образования селения Новокостык Магомед Рабадан Гаджиев поприветствовал всех участников и гостей турнира, пожелал удачи всем спортсменам. Посвященный 70-летию главе администрации Новокостыка Магомедова ИСы Магомедовича и Дню Народного России считаю открытым. В своем выступлении начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования Хасавертовский район Ахмед Исаков поздравил всех участников, гостей и жителей села от имени главы муниципального образования Хасавертовский район Салава Джамбулат Шапевича и отметил, что на таких турнирах повышается спортивное мастерство. Он пожелал удачи всем спортсменам и выразил надежду, что победители турнира в дальнейшем пополнят ряды сборных командов Республики Дагестан и России. Уважаемые участники турнира, от имени жителей села Новокостыка Касавертовского района я вас приветствую в спорткомплексе «Сана». Сегодня на нашем соревновании принимают участие около 160 спортсменов из 25 населенных пунктов. Желаю всем удачи. Пусть побеждает сильнейший. Слово для приветствия представляется начальнику физкультуры и спорта Фасавертовского района Исакову Ахмеду Исайловичу. Уважаемые участники соревнований, уважаемые гости, уважаемые жители села Новокостыка. Здесь проводится первый открытый турнир по вольной борьбе среди юношей на призы заслуженного работника муниципальной службы Республики Дагестан, долгое время работавший главой муниципального образования села Новокостыка Магомедов Исайловича. Я хочу вас поздравить всех участников, всех принимающих участие в классе от имени главы муниципального образования Фасавертовского района Солова Дагестан Батышапивича. Пожелать вам удачи и пусть победить сильнейшие. Сегодня, конечно, на таких соревнованиях рождаются будущие наши гидеры именно по этому виду спорта. Сегодня на таких, на этом ковре, на таких соревнованиях, конечно, идет рост как самого спортсмена. Мы сегодня видим вас, сегодня такие маленькие, но в будущем увидим вас. Хотелось бы видеть, конечно, в составе как сборной нашего района, Республики Дагестан и Российской Федерации, чтобы в будущем вы стали настоящими спортсменами, талантливыми спортсменами, гордо нести флаг как Республики Дагестан и Россия на российских и на международных соревнованиях. И видели вас в будущем чемпионов, призерами на российских, европейских и на мировом, и на олимпийских играх. Надеемся, что сегодня среди вас есть и будущие наши олимпийские чемпионы. Здесь в Новокос-Тиге всегда любили спорт, любили всегда футбол. И, конечно, мы рады, что здесь развивается вольная борьба и, называя это первый турнир, станем как бы ласточком для будущих чемпионов. Вам всем хочу пожелать удачи и пусть победит сильнейший. И от студенческих коллегий, от активного студенческого. И сам Магомедов, в свою очередь, также поприветствовал и поблагодарил всех за участие в мероприятии. Слово предоставляется Магомеду Леониду Магомеду Магомеду Магомеду. Уважаемые участники данного турнира, прежде всего разрешите поблагодарить вас за то, что вы нашли время, возможность участвовать в нашем таком праздничном позжественном мероприятии. Большое вам за это спасибо. Большое вам за это спасибо. Я хочу поблагодарить всех, кто организовал, помог, принял самые активные участия. А это не очень просто, организовать поток трудностей на мероприятии. Я благодарю вам за это. Всем участникам, нашим спортсменам желаю пробеги, удачи и добиться поставленной вами цели. Судьям объективного судейства и отклонениям нашим участникам, чтобы они победили только сильнейшие. Спасибо. Соревнования проходили в 12 весовых категориях, где принимали участие борцы как опытные, так и новички. Каждая схватка была зрелищной и красивой, а своих спортсменов с трибун поддерживали болельщики. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Главный судья соревнований Магомед Расулов отметил хорошую организацию и проведение турнира. Слово предоставляется времени исполняющего обязанности директора ОКСССР школы Ахмед Мурадович. Уважаемые друзья, сегодня у нас большой спортивный и не только спортивный праздник. Турнир имени первого главы администрации муниципального образования села Новый Костек, заслуженного работником муниципальной службы Республики Дагестан, почетного гражданина села Новый Костек, Магомедова Азисима Магомедовича. Турнир также приурочен к юбилею Азисима Магомедовича. Ему исполнилось 70 лет. Его честовали в районной администрации и наградили орденом за особые заслуги. Его также честовали администрации села Новый Костек. Решением сельского собрания депутатов и постановления главы администрации села Новый Костек, ему присвоено почетное звание заслуженный гражданин села Новый Костек и наградили почетную грамоту и муниципальное образование. Уважаемые участники, торжественные мероприятия, мы с вами знаем, какой большой вклад был Азисима Магомедович в общественной жизни села, в решении его социально-экономических, хозяйственных, финансовых и политических вопросов. Много сделал он и для развития спорта, и в пропаганде здорового образа жизни. Жители села хорошо помнят, какие споразничные мероприятия проводили в селе, связанные со спортом. Азисима Магомедович – один из тех, кто сделал все со свойствами его настойчивости и добился открытия в нашем селе детской юношеской спортивной школы при Министерстве физкультуры и спорта Республики Дагестан, оснащении его спортивным инвентарем и финансированием. И мы должны признать, что все сделанное Азисима Магомедовича попало в хорошие руки в лице Гаджиева Магомеда Рабанановича и его работников. Мы видим, на каком хорошем уровне функционирует школа, его результаты. Какой популярностью пользуется школа среди юношей нашего села и не только нашего села. В заключение, я желаю всем участникам Турбина добиться поставленной цели объективного проведения соревнований и подпобедить сильнейшим. По итогам соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами соответствующих степеней, а также медалями, кубками и ценными призами. Праздник спорта в Хасавертовском районе состоялся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...